Команда юных автомобилистов из Ненецкого округа впервые приняла участие во всероссийских соревнованиях школьников по автомногоборью. Участниками соревнований стали более 170 подростков от 14 до 17 лет, обучающихся в юношеских автошколах. Ненецкий округ на соревнованиях представили ученики школ Наринмара Константин Апицын, Вероника Галышева, Сергей Кармазин и Андрей Шевелев. В поездке предшествовал местный отборочный тур. По его итогам в состав команды Ненецкого округа вошли лучшие ученики автокласса. Они в течение трех дней показывали мастерство, знание правил дорожного движения, оказание первой медицинской помощи, навыки вождения автомобиля. В этом году добавился новый этап конкурса – замена колеса. Самое сложное мне показалось – это фигурное катание. Потому что нам должны были дать проехать площадку вне конкурса, как пробный заезд. Но этого не было. Было сложно адаптироваться к машине за пару минут буквально. По мнению еще одного члена команды Сергея Кармазина, конкурс совсем не сложный. И при определенной сноровке ребята из Ненецкого округа в дальнейшем могут занять лидирующие позиции. Мы когда проводили местный конкурс, то у нас сколько? Три элемента было. А там целых девять элементов было. Здесь у нас другие элементы. У нас параллельная парковка, которая широкая, а там узенькая. И так-то ничего сложного не было. Однако наставник наших ребят, опытный педагог Виктор Яковлев таких смелых прогнозов не дает. Конечно, для подготовки команды на автодроме школы есть все необходимые условия. Надо только несколько расширить и усложнить перечень фигур для вождения. И все же стать лучшими очень сложно. На будущее знаем, что теперь нам. Если еще поедем, то мы уже будем знать, что конкретно нам нужно. Сейчас мы, в общем-то, просто практически не готовились. И с тем уровнем вот такое место. А если готовиться, то можно место 10 выше быть. Потому что первая десятка – это специализированные детско-юношеские автошколы. Победителей в личном и командном первенстве определял состав судейской коллегии по количеству набранных баллов. По итогам соревнований первое общекомандное место заняли представители Саратовской области, второе место – Челябинская область и третье – команда Москвы. Команда, представляющая Ненецкий округ, заняла 27-е общекомандное место из 42 возможных.